Рабочий день Натальи начинается в 9 утра. Вроде как у большинства населения. Только ее работа заставляет ежедневно проходить десятки километров по городу. Наталья Федорова социальный работник, у которой 11 подопечных. Сегодня это уже не первый адрес. Здесь женщину ждет одинокая пенсионерка Вера Васильевна. Наталья, наконец-то. Что ты сегодня припозднилась? Ну как? А вы чего с 12, а сегодня с первым. В дом к своим подопечным Наталья приходит не с пустыми руками. Пенсионеры, которым тяжело выходить из квартиры, просят своего соцработника покупать продукты и лекарства. А еще выполнять дела по хозяйству. Например, мыть полы, окна, посуду. Все это женщине не в тягость. Другой жизни для себя она и не представляет. Познать, что такое ухаживать за людьми, ей пришлось еще в молодости. В свое время, когда я пришла работать, я не понимала, мне было 18 лет, я только начинала. Ну как, отработаешь по-быстрому и гулять. Я начала понимать, когда у меня ребенок стал инвалидом. То есть, когда вот меня саму коснулось это, я начала к людям по-другому относиться. За 22 года работы в Центре социального обслуживания Вера через руки и сердце Натальи прошли десятки пенсионеров. Каждому женщину старается найти свой подход. Говорит, для них самое главное – это общение. В основном нужно выслушать, выслушать то, что накопилось. А так они сами все говорят. Ты просто слушаешь. Каждый, вот 11 человек, каждого своя жизнь. И как бы у меня тоже их жизнь, она со мной. Для 75-летней Веры Васильевны Юрьевой, которая всегда мечтала о дочери, Наталья стала родной. Сын и внучка в силу занятости приезжают редко. А Наталья приходит к пенсионерке три раза в неделю. Я бы желала всем иметь такую дочь. Жду, как ванну с имбезом, когда придет Наташа. Не потому, что она мне что-то принесет, поесть, покупками меня обеспечит. А просто пообщаться. Человеческое общение. Помогая долгие годы другим, Наталья редко признается, что и сама нуждается в помощи. Вот-вот ее дочери исполнится 18 лет. И девочке надо будет делать дорогостоящую операцию, на которую у женщины средств нет. Но как бы ни сложилась жизнь, Наталья не отчаивается, ведь для своих подопечных она должна быть примером мужества и оптимизма. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.